Любимые, дорогие, всем бонжур! А давайте сегодня посмотрим реакцию загаданного человека на то, что вас интересует. Слова, действия, поступки, которые вы уже сделали или только собираетесь сделать. Будет шесть вариантов. Сегодня будем выбирать по перышкам. Таким блестящим. Загадывайте действие некое, выбирайте вариант. Либо на все шесть вариантов можно раскидать некие ваши действия. Ну и разных людей, соответственно. И будем смотреть тупо их реакцию. Итак, желтенький вариант. Посмотрим, какова была реакция загаданного человека на то, что вы, соответственно, загадали. Паш Пентаклий. Хорошая была реакция. Здесь, возможно, была какая-то просьба ваша, просьба к человеку. Либо, если просьба не ваша, то человек обрадовался. Может быть, воспринял это как некую просьбу о чем-то. Может быть, материального характера или даже не материального. А материального в том смысле, что здесь что-то обустроить нужно. Вот, как некая ваша такая, некую вашу просьбу. Ну, короче, да, некая такая ваша как бы просьба. То есть вы, допустим, ему пожаловались, он воспринял это как просьбу, что надо вам помочь, надо что-то сделать. Вот, либо он так понял, что вот вы к нему так благожелательно настроены, что он может вас о чем-то попросить в результате того, что вы сказали, сделали и т.д. и т.п. опять же. Вот, давайте еще добавим карту. Король кубков. Просто свое сердце он вам готов отдать, вы его покорили. Там любовные отношения нелюбовные, но в любом случае он покорен, он готов ради вас на все, да. Кстати, возможно, вы его сначала рассмешили чем-то. То есть у вас был просто такой хороший, легкий, веселый разговор, когда вы, ну или будет, соответственно, да, когда вы просто вот, ну, хорошо, приятно пообщались, как в молодости, либо как молодые. Вот, то есть это тоже пошло вам в плюс, такая вот некая легкость, даже если разговор о чем-то серьезном. Ну, хочется, вернее, не хочется, но хочется, с одной стороны, с одной стороны хочется, с другой не хочется мне доставать еще одну карту. Ну, давайте еще достанем, да, помимо того, что он вас влюблен, влюблен, и что это я в тебя такой влюбленный после этого всего? Ну, не надо было, конечно, доставать отшельника. А с другой стороны, возможно, человек понял, что надо эту тему провентилировать, надо действительно в это погрузиться, покопаться, надо что-то поискать, поискать какую-то информацию. Естественно, пока он будет искать эту информацию, чтобы выполнить, возможно, эту вашу просьбу, он на связь какое-то время выходить не будет. Короче, не беспокойтесь, не переживайте, если вот после этого загаданного действия человек пропадет на некоторое время. Дело в том, что он конкретно озаботится решением вот этой проблемы, возможно, захочет вам сделать сюрприз и потом прийти и уже с готовым решением сказать, А вот тебе решение, вот я тебе его дарю от чистого сердца, вот я его наконец-то нашел, прям эврика-эврика. Ну вот девятка Пентаклей. В общем, вы будете рады, и он будет рад, потому что здесь вы принесли ему радость, и он тоже в итоге хочет принести вам радость. Вот этот отшельник у нас трансформируется в девятый младший аркан, девятку Пентаклей, соответственно. Так что все неплохо, с неким результатом человек к вам придет, потому что он хочет эту проблему решить. Если он пропадет, он будет просто эту проблему решать, потому что он воспримет ваши слова как, даже не то что просьбу, Ну и как просьбу, но именно как руководство к действию. Все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии. Вот такой хороший вариант. Пусть он у нас почаще проигрывается, и пусть у вас проиграется прям вот в полной мере, да, с полным счастьем. А я перехожу к следующему, ко второму варианту. Итак, второй вариант, красненький у нас вариант, красненькое перышко. Какова была реакция загаданного человека? Ха-ха-ха. Верховная жрица, ну, тайна сия велика есть. Возможно, человек действительно хотел бы сохранить эту свою реакцию в тайне от вас. Либо думает, что вы занимаетесь какими-то такими тайными интересными делами, вплоть до того, что тайно кем-то манипулируете. Ну, все-таки хорошая здесь была реакция, шестерка пентаклей. Если здесь финансовый вопрос загадали, то человек, возможно, считает, что это ему сулит каким-то финансовым вознаграждением, да, какой-то буквально финансовой прибылью этот вариант может здесь обернуться для этого загаданного человека, и он это понимает. Еще, возможно, вариант, ну, естественно, взаимопонимание. Немножко, опять же, похож на предыдущий первый вариант, что человек мог воспринять это как некую просьбу или предложение ваше ему помочь, или ваш некий намек на то, что у вас есть ресурсы для дальнейшего развития между вами чего бы то ни было, да, допустим, или ситуации какой-то загаданной, или в целом ваших отношений развития. То есть человек воспринимает вас как женщину, ну, или как партнера, не только такого скрыто сильного, да, со скрытой силой какой-то, со скрытым влиянием, ну, и человека ресурсного, ну, вообще такой вариант ресурсного, давайте добавим карту и посмотрим, что это было. Еще одна шестерка, да, что это было? Шестерка. Явно у вас отношения уже, ну, хотел сказать, состоявшиеся, ну, то есть у вас уже были какие-то отношения, вы давно уже общаетесь, как минимум, это может быть человек из вашего прошлого, у вас есть общие какие-то воспоминания, которыми он сейчас захочет с вами поделиться. Короче, это вариант именно поделиться, поделиться тайной, вот, может быть, вы ему какую-то тайну откроете, да, поделиться тайной, поделиться ресурсами, что и вам есть чем с ним поделиться, и ему есть чем поделиться с вами. То есть здесь вот может быть такой обмен в хорошем смысле, да, баш на баш. Кто-то кому-то дает ресурсы, какие-то материальные, пентакливые, да, пентакливые ресурсы. Кто-то кому-то дает эмоциональные ресурсы, как ключ к хорошему настроению, к пониманию какому-то скрытому, к воображению. То есть момент и ресурсов материальных, извините уж, и момент обмен идеями здесь тоже есть, да. Когда два человека обмениваются идеями, у каждого получается по две идеи. Давайте еще четвертую карту дотянем в итоге. Еще одна шестерка, слушайте, может все шестерки дотянем, может влюбленные уже дотянем, да, в этом варианте. Ну здесь опять же идет карта помощи, поддержки. То есть человек понимает, что вы ему что-то с чем-то, что-то с чем-то, да, что вы что-то с чем-то ему когда-то помогли. И поэтому он тоже готов совершенно открыто, совершенно спокойно помогать вам, вкладываться в вас, воспринимать вот эту помощь вам как должное. То есть он должен сам для вас что-то сделать, и это будет правильно, и это ему не напряжно, даже если по факту это действительно, ну, какая-то нагрузка, да. То есть он готов эту нагрузку нести, как моральную, так материальную, так и эмоциональную. И давайте еще достанем какую-нибудь шестерочку. Нет, ну, восьмерка Пентагрии тоже неплохо опять, возможно, денежная карта. То есть это результат, хороший результат, да, может быть, долго пахать здесь уже пришлось. Много вложили вы в этот проект, в это дело, в эти отношения прежде всего. И вот он расцвел этот цветочек, эта розочка. Вот, наконец-то мы дождались результата, дождались этого красненького, да, красненькую эту розочку. Буквально даже по цвету она совпадает с этим перышком. Ну, собственно, тут розочки периодически, да, на разных картах мелькают. Вот, короче, это карта результата, карта того, что мы вкладывались, вкладывались. И вот, наконец-то, мы получили долгожданное счастье, долгожданное, то, что мы ждали, да, долгожданный результат. Вот, короче, такой результативный, ресурсный вариант. Человек, в принципе, ну, нельзя про него сказать, что он не от мира сего. Человек очень даже от мира сего, хотя ему, ну, не то что, ну, ему самому, может быть, не свойственно какая-то излишняя, да, излишний мистицизм, да. Но он, в принципе, понимает, что такое бывает, знает, что такое там астрология, что такое Таро. То есть, в принципе, человек такие вот моменты, ну, во что-то верит, во что-то не верит, но, в принципе, он понимает, что есть судьба, и что вот то, что мы вкладываемся и в итоге получаем что-то, это все равно, ну, все равно нам идет по судьбе, и вы ему так или иначе по судьбе, и все в ваших отношениях идет, как должно быть, да, то есть вы вкладывались оба, и вы в итоге получите нужный, правильный, хороший результат. То есть здесь все спокойно, все хорошо, безо всякой, да, безо всяких треволнений, со взаимной поддержкой, безо всяких вот лишних мозговыносов, мозготрепок. То есть здесь довольно зрелые оба люди, хотя могут быть разные, да, довольно зрелые, довольно ресурсные, и здесь есть каждому с чем, чем с другим, с партнером поделиться. Вот, такой замечательный вариант. То есть не то, что человек хочет сесть вам на шею и поехать, да, но, в принципе, он понимает, что где-то кто-то из вас взаимно может подставить другому плечо, то есть, если что, вы друг друга взаимно вытащите, и, ну, да, вы друг друга стоите в этом смысле, то есть здесь нету никаких перекосов, абсолютно равные, равноценные, равноправные отношения, потому что у нас в основном все карты, да, в основном все карты у нас четные, даже та же эта самая верховная жрица. Вот, все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии. Здесь замечательный вариант, основанный на равноправных, ресурсных отношениях, на неком понимании друг друга и уважении друг к другу. А я перехожу к следующему, к третьему варианту. Итак, третий вариант. Фиолетовенькое перышко. Смотрим, какова была загаданного человека реакция, загаданная на то, что вы загадали, соответственно. Ну, тут какой-то конфликт. Сейчас добавим еще карты, посмотрим, что это было. Первая пятерка жезлов, вторая паш жезлов. Что-то какой-то у меня уже паш. Кто-то уже на него поплевал немножко, на этого пажа, на дорожку, да, поплюем на дорожку. Возможно, такая ситуация, что здесь необходима вам помощь, поддержка этого загаданного человека, его защита буквально, либо какие-то активные действия, которые его активизировали. И нужно куда-то поехать, нужно сделать какие-то движения, кому-то написать что-то, что-то попросить. То есть, в принципе, вы его инициировали. То есть здесь вот именно инициация на какое-то движение, на сообщение, общение. Могли у него быть мысли, что это все в какой-то степени спектакль, что нужно что-то скрыть, и это будет правильно. То есть что-то сделать втихаря, втихомолку, произвести какое-то правильное впечатление. То есть некий отвлекающий маневр должен быть, и за этим отвлекающим маневром нужно сделать какое-то действие. Кому-то написать, о чем-то спросить, попросить, куда-то поехать. Давайте не остановимся на этих картах, а еще достанем допами. Четверка Пентакли выпадает. Человек явно хорошо въезжает в ситуацию, вернее, вы его заставите задуматься, и он поймет, что нужно в эту ситуацию хорошо въехать, хорошенько изучить документы, все просчитать. Просчитать финансы, просчитать ходы, просчитать, даже если дело не в финансах, но не о материальных вопросах речь, здесь может быть действительно некая психологическая игра, некое противоборство, где нужно каждый шаг просчитывать. И этот человек должен немножко отмотать назад, ознакомиться со всей предысторией вот этого события, чтобы принять какое-то верное, правильное решение, чтобы сделать выводы, чтобы найти ключ к ситуации. Если вы обратились к нему за какой-то помощью, что вас надо от кого-то защитить, он будет углубляться в проблему, будет углубляться в действия, ну, той противоборствующей какой-то стороны, чтобы понять, как вас защитить, соответственно. Давайте еще допы достанем. Королева мечей. Опять, опять, ну, такая думательная карта, логическая императрица. Вот подумала я на королеву мечей, что действительно человек думает, что вы и сами в состоянии рулить ситуацией, разобраться в ней, что вы сами в состоянии себя защитить и что-то сделать. Вернее, вам нужны просто дополнительные руки, чтобы что-то сделать. Да, вот руки буквально. А, ну да, тут бликует. Буквально руками здесь что-то сделать нужно. А вы здесь, может быть, сами уже поняли, как вам действовать, что конкретно делать. А он должен быть вот этим исполнителем. Он должен быть вот этими вашими руками. Да, только вспомнила про быть руками, как мне один знатный Дон рассказывал, что гладить себя чужими руками. Вот что-то здесь такое, да, на тему гладить себя чужими руками, исполнять какие-то действия чужими руками. Здесь, возможно, у вас переписка, общение. Действительно, будет человек вникать в переписку какую-то, в предысторию, как я уже сказала. Может быть, общение по видеосвязи через всякие гаджеты. Общение, какая-то веселость, в конце концов. Посмеетесь даже. То есть даже если здесь вначале был конфликт у вас, в принципе, человек предпочтет все перечитать еще раз, обдумать все с холодной головой, сделать какие-то свои выводы. И в принципе с вами не ссориться, а найти именно какие-то рациональные подходы к этой ситуации, признать вашу правоту, признать, что он здесь Паш, а вы тут королева-императрица, и он здесь должен за вами так или иначе следовать. В конце концов, вот как, типа, как решишь, так и будет. Да, это будет твоя ответственность, я не хочу ничего решать, да, вот я с тобой соглашусь. То есть человек, естественно, все обдумает, но решит согласиться с вами под вашу ответственность. Вот так вот. И в принципе он готов на хорошее, спокойное, нормальное отношение с вами. То есть даже если вначале будет какое-то сопротивление, он это все дело обдумает и поймет, что нет, все-таки вы здесь правы, ему проще согласиться, ответственность пусть будет на вас, а он пусть будет вот Пашом выполнять поручения, да. Еще один Паш, кстати говоря, да. Вот. Я маленький Паш, моя хата с краю ничего не знаю, да. Вот как решишь, так и будет. Как решишь, я так и сделаю. Вот здесь у человека вполне, вполне он может идти по пути наименьшего сопротивления. Не то, что он прям вас боится, но ему проще подчиняться, ему проще иметь хорошее и спокойное отношение с вами, чтобы вы здесь в каком-то смысле доминировали, ввели эту ситуацию. То есть вот вы ему прикажете за вас как-то побороться, что-то сделать для вас, он это сделает. А сам от себя он никаких личных действий предпринимать не будет, никакой инициативы предпринимать не будет. Ну вот повешенный, да. То есть если в этой ситуации будут какие-то жертвы, эти жертвы будут абсолютно с вашей стороны, а не с его. Этот загаданный человек, в принципе, ну, нашел для себя зону комфорта в этой ситуации. И вот как решишь, так и будет, да. Мне и так хорошо, да. Нам, татарам, все равно. Не зависимо от, так сказать, национальности, как говорится, в известной пословице, поговорке вернее. Вот здесь он так решит, да, что мне все равно, я в любом случае пристроюсь, я в любом случае найду для себя радость в этой ситуации. Вот ему бы лишь бы посмеяться с вами, как-то хорошо, приятно пофлиртовать, пообщаться. И вот если вы готовы, если нужно что-то сделать для того, чтобы нормально, спокойно, гармонично с вами общаться, легко, он готов что-то сделать, да, за вас вступиться, почесаться, чтобы дальнейшие отношения, ну, просто были такие спокойные, ненапряжные для него. То есть сначала готов все-таки напрячься, напрячься, но чтобы все равно ответственность лежала на вас. Вот такой здесь вариант. Если вы видите по этим картам, да, уже закрыла, да, уже отложила их, но тем не менее, если увидели по этим картам какие-то свои варианты, воспринимайте вот этот свой вариант трактовки, потому что он ближе именно к вашей непосредственной ситуации. Ну вот, либо делайте выводы, господа, по тому, что здесь увидела я по этим картам. Все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии. В принципе, вы можете положиться на этого человека, у него будет в итоге хорошая реакция, даже если будет какое-то сопротивление в начале. То есть он себя сам перестроит, переключит на хорошую реакцию, потому что себе дороже геморроица с вами тут конфликтовать. Но имейте в виду, что инициативы вот такой нормальной, здесь человек проявлять не будет, он будет полностью идти за вами, и в итоге всю ответственность в этом деле перекладывать на вас. А я наконец-то перехожу к четвертому варианту. Итак, четвертое перышко – это зелененькое, да, такое вот черно-зелененькое. Какова была реакция загаданного человека на то, что вы загадали? Соответственно, королева кубков. Ну, может быть, вы немножко и хитренькая, конечно, личность. Лисичка такая. Но, в принципе, с вами ему комфортно, хорошо, красиво. Вы сами красивая, привлекательная для него личность, независимо от того, мальчик вы или девочка, бабушка вы или дедушка. Ему с вами интересно, ему с вами приятно, эмоционально, спокойно. Может быть, действительно здесь момент есть, и что это я в тебя такой влюбленный, то есть некий момент влюбленности, такой вот легкой притягательности, легкой эйфории эмоциональной здесь тоже есть. Дальше идет карта «Страшный суд». Она совершенно не страшная у нас здесь, потому что она говорит, что человеку стало что-то ясно, что-то он понял в этой ситуации. Вот какое-то видение для него открылось, и это для него очень радостно, очень приятно. То есть наконец-то мы освободились от каких-то своих страхов, заморочек каких-то. Наконец-то мы решили какую-то проблему, может быть, в отношениях. То есть вот что-то здесь, ну какое-то прояснение, и у человека отлегло от сердца буквально. Уф, ура, как хорошо. Я-то думал, все намного хуже, а оно вот так вот. Она всего лишь там что-то, какую-то ерунду от меня скрыла, а я-то думал, что она там не изменяет с двадцатью мужиками. Вот что-то здесь такое, да. Она просто такая сама по себе хитренькая, любит немножко по... Не то, что прям поинтриговать, а немножко поиграть, да, поиграть вот как-то по... Ну, завлечь, да, завлечь давайте. Вот просится у меня эта карта с одноколодой, и зря она просилась, эта восьмерка мечей. Ну, может быть, она и говорила то, что я вам уже сказала, эта карта, да, о неких страхах, которые у человека есть. Давайте ее чем-нибудь прикроем, хорошим эту восьмерку. Ну вот, давайте прикроем восьмерку мечей десяткой, десяткой пентаклей. Действительно были у человека страхи, ограничения, причем скорее надуманные страхи, ограничения, то есть они в его голове скорее, чем в реальных каких-то событиях. Вот, и для человека ситуация прояснится, или уже прояснилось, если событие уже произошло. И замечательный, прекрасный вариант, когда свобода, ну, скажем так, тут и общность, и свобода вместе играют, потому что этот вариант, с одной стороны, десятка пентаклей, это карта семьи, любви, верности, да, причем такой вот уже, семьи именно родственной, то есть это не только союз страсти какой-то, а это уже союз именно родственных отношений. Но здесь некая такая вот свобода, когда каждый может спокойно смотреть по сторонам, да, в другую сторону, ну, не то, что прям свободный брак, но некое взаимопонимание, некое понимание, что мы все равно вместе, все равно у нас хорошие отношения, мы все равно можем доверять друг другу, принадлежим друг другу, поэтому, ну, да, можно доверять друг другу и не бегать за человеком, что вот он там изменит, пойдет направо-налево, да, пойдет направо, песню заводит, налево сказку говорит. Вот если какую-то сказку вы ему раньше говорили, он понял, что это просто сказка, просто игра, ничего страшного в этом нету, что вы все равно вместе, что он может не бояться вас потерять, что он может не бояться делать эти какие-то шаги к вам, ну, что продолжение следует, что у вас крепкий союз и что все хорошо, давайте вот так вот скажем. Ну, Арбайден Арбайден, да, крепкий, союз-то крепкий-крепкий, Арбайден Арбайден все равно придется, да, то есть, возможно, вы его, ну, хотите как-то припахать, пардон, то есть, он понимает, что есть ради чего работать, в том числе над отношениями этими, будут результаты, но поработать все равно придется, и, ну, где-то даже вы его, может быть, заставите поработать над этой ситуацией, да. Опять пентаклевая карта, еще одна, третья пентаклевая карта, прям замечательный вариант для тех, кто загадал денежки, допустим, да, то есть, такой материальный вариант, то есть, возможно, вы его действительно подключите к решению каких-то материальных проблем, материальных задач семейных ваших, ну, и он к этому морально готовится, а что делать, да, а что делать, ну, трудно, нудно, но придется, да, но придется, не так страшен черт, как его малютка, на восьмерку мечей мы кладем восьмерку жезлов, предлагаете мы и ограничиться, то есть, стимулируете вы его, он понимает, что все равно вам быть вместе, все равно вам объединяться, работать над общими целями, общими задачами, вы его будете вдохновлять, да, вот королева кубков-то полностью берет на себя момент вдохновения, и вот эта вот семерка пентаклей тяжелая, да, то есть, вот там, все равно вдохновение будет на этот тяжелый труд, то есть, даже если труд сейчас кажется каким-то тяжелым, неподъемным, все равно вы его поддержите эмоционально, этого загаданного человека, и все равно он не зря будет работать над этим, надо всем, да, потому что вы его все равно поддерживаете, вы работаете на общую цель, может быть, на ваше сближение, на то, чтобы вам быть вместе, вот, во всяком случае, на том, чтобы достичь общей цели совместными усилиями, тут прям обе эти карты идут, да, и не зря вы будете работать, потому что для каждого это будет свой результат, да, я даже не могу сказать, что для каждого это будет свой результат, это будет общий результат на двоих, это будет, вот, общность, да, вот, один результат для всех, для вас с этим партнером, вот, ну, короче, такой семейный вариант, там, коллеги вы, друзья вы, или вы семья, в любом случае у вас такие прям квазисемейные отношения, когда вы его как-то вдохновляете, стимулируете, и он понимает, что все равно нужно это делать, и можно не бояться, потому что вы его все равно поддержите, потому что вы уже как семья, и где-то его проблемы – это ваши проблемы, и он может в этом плане на вас положиться. Вот, все, пожалуй. Дальше больше развивать эту тему не буду, можно еще, конечно, там много чего сказать по этим картам, но, пожалуй, все, пожалуй, вот такая трактовка. У нас еще два варианта. Вам счастье, любви, гармонии здесь есть и на счастье, и на любовь, и на гармонию все запас прочности, все предпосылки. Здесь кто загадывал близость, вдруг он там типа близости к вам захочет после этих ваших слов, после этих ваших действий, здесь можно вам ответить «да», вполне это возможно. Человек боялся, боялся, а тут вдруг загорелся, вы его вдохновили на близость. Так что, чего я вам и желаю, если вы сами того желаете, и перехожу к пятому варианту. Итак, у нас синенькое перышко – пятый вариант. Давайте достанем карты, посмотрим, что же они нам покажут, какова была реакция человека на то, что вы изгадали. Десятка копков – прекрасная реакция, но, видимо, перетекает предыдущий вариант четвертый в пятый. Семья, общность, дружба, вам хорошо вместе. Человек захочет с вами встретиться, пообщаться в теплом, тесном кругу, посмеяться, рассказать какие-то анекдоты, познакомить вас в качестве анекдота со своими братьями, сестрами, не только меньшими, но и всякими разными, со своей семьей, представить вас своей семье. Ну, вот такая замечательная, ресурсная, пентакливая женщина нам здесь выпадает. Хотел бы он вас, если он у нас любовный вопрос, хотел бы он вас увидеть в неглиже, на ваши ножки полюбоваться, в таких босиком именно и в таких струящихся тканях. Вот, его это очень заводит, прям такой, прям король, король жезлов. Ну, какой-то здесь маньячный вы полтовались, в том смысле, что аж так вы его заводите, что он прям вот загорелся. Да, я должен, я должен прям вот это все сделать. Да, я должен, должен. Вот, что мне предлагается, нужно пользоваться моментом, нужно хватать коня за хвост, да, и что-то делать, что-то развивать здесь. То есть, у человека, человек прям мотивируется, возгорится что-то делать, потому что такую вот прекрасную королеву пентаклей надо брать, пока дают. Да, надо вот развивать это все дело. Ну, давайте не будем после туза пентаклей тащить карты, не хочу испортить этот вариант. Самый лучший вариант из всех, который выпал. А здесь и денежки, и результат, и вот как некая возможность, некое предложение, некая общность, потом идет вот персонально вы, как персона для этого человека, который его очень заводит, возбуждает, и он хочет некого результата, и будут от него конкретные действия. Во всяком случае, будет конкретное решение, которое обернется очень хорошим началом, хорошими перспективами и для вас, и для него. И прежде всего финансами, финансовыми перспективами. Финансами хорошими в перспективе. Может быть, здесь вот именно только начало отношений, то есть у вас еще не такая большая предыстория, то есть у вас именно вот как первое предложение, первое там знакомство с родителями, вот что-то такое первое идет, но уже идет бурно, красиво так, что человека прям прет, ах-вах, вот прям красота, да и только, да, такие розочки прекрасные. Такой очень яркий, красивый вариант, и яркий, и теплый, и мотивирующий, и вдохновляющий. И человек прямо здесь загорелся, и хочет скорее результата, хочет продолжения банкета, хочет вас, хочет близости, если об этом речь, да, хочет семьи, хочет дальнейших перспектив. Вот, все, пожалуй, замечательная реакция, у человека только положительные эмоции, даже прям чересчур положительные, даже через край бьют, очень большие надежды, но это не пустые надежды, а надежды, которые именно оправдаются, и он это чувствует. Все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, осуществления всех этих надежд, и ваших, и вашего партнера, чтобы никто не обманулся в своих таких прекрасных надеждах и желаниях. И переходим к шестому варианту. Итак, шестой вариант, оранжевенькое перышко, оранжевое небо, оранжевое, что-то там. Так, карта мага, ну, тут мы действительно видим оранжевое небо, оранжевый верблюд. Ну, давайте еще раз. У человека, ага, и после оранжевого верблюда мы сразу видим девятку жезлов. Здесь у человека тоже возникла мотивация что-то делать, применить все свои знания, умения, навыки. Понимает он, что здесь нужна от него именно активная позиция, что он должен себя, что, в принципе, многое от него зависит, если не сказать все, и он должен себя по-разному проявлять в этой ситуации. То есть в разных ипостасях он себя должен показывать. Ну, допустим, там, и как любовник, и как профессионал, и как друг, и как семьянин, и как и жнец, и Швеция на Дуде, и Греция, и еще фиг знает кто, да. То есть он здесь всем рулит, вся ответственность на нем, но у него такие были мысли, да. Вот, и в принципе он готов это делать, то есть импульс, первоначальный импульс развития вот здесь вот у него идет очень сильное. Дальше идет девятка жезлов, естественно, он понимает, что, ну, может быть, самому нужно притормозить с одной стороны. Ну, что, чтобы не сразу кидаться, да, вот, в этот омут с головой это полностью. Кстати, очень интересно, они все равно как-то эти карты немножко коррелируют, да. Вот здесь вот планеты, розочка, звезда. Вот, человек понимает, что либо самому нужно притормозить, либо здесь ситуация немножко приостанавливает его вот этот вот импульс. Ах, я сейчас пойду там рубаху на груди и все сделаю, да, всех укатаю. Вот здесь, возможно, ну, это и хорошо, это и плюс, потому что действительно нужно немножко сбавить обороты для того, чтобы это реализовать, да, потому что по первому, по первости можно натворить дел всяких, да, навалять слишком много. Ну, давайте продолжим доставать карты. Карта башня. Оранжевый цвет нам опять здесь выпадает, но уже в такой очень негативной трактовке. Боится он, может быть, себя потерять и именно потерять контроль над ситуацией. То есть, человек здесь очень привык все контролировать, да, все контролировать, все сам делать. Ну, вот, мысли такие, что пора заканчивать с этим. Не знаю, что уж вы такое загадали, да, тут опять оранжевый цвет проигрывается. Пора заканчивать с этой ситуацией. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, нужно что-то сделать. Нужно перейти на другой круг. Начали мы с карты маг и перешли в итоге, да, через девятку жезлов в башню, какие старшие арканы выпали, перешли к карте мир, завершающему круг старших арканов. То есть, человек понимает, что пора, наверное, преодолевать препятствия, не останавливаться. То есть, с одной стороны, приостановиться и немножко переосмыслить, что ему дальше делать, да, наметить некий план действий, а с другой стороны, вообще как-то выйти за рамки этой ситуации, чтобы эта ситуация, пардон, сдвинулась с мертвой точки. Отдохнуть, может быть, здесь нужно, да, вот такая вот очень активная у человека ситуация, слушайте, десятка мечей, кошмар. Кишмар, кишмар. Поддержка все равно, да, все равно, что бы здесь ни случилось, какой бы здесь жесткий вариант ни был, там, катастрофы, какие-то трагедии, может быть, вы ему сообщили о какой-то потере очень серьезной, да, если речь здесь идет о потерях, он в любом случае понимает, что вы можете на него положиться, и он может на вас положиться. Вот это главное значение этой десятки мячей, Пентакли, хотел сказать, что взаимная поддержка у вас все равно будет в этой ситуации, несмотря ни на что. Ну вот она выпала умеренность, опять же, умеренность, башня, все равно здесь идет взаимная поддержка, взаимное понимание, и если был какой-то нехороший момент, какая-то кризисная ситуация между вами, вы будете выползать из нее очень долго, из этой ситуации, что нужно здесь все обдумать, обсудить, взвесить все за и против, вообще все-все-все обдумать, взвесить и вашу позицию, и его позицию, и прийти к какому-то мудрому, я бы даже сказала, беспристрастному решению в этой ситуации. Семерка мячей, не то, что он хотел бы что-то от вас скрыть, но он думает, что об этом не стоит никому говорить, не стоит выносить ссору из избы, это первое значение. Второе значение, он понимает, что вот еще немножко, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, что вот нужно вам вместе пройти вот этот последний бой, по капле, по капле, но нужно добить эту ситуацию, чтобы разрешить конфликт, разрешить вот эту скорее кризисную ситуацию. Карта влюбленная, конечно, это карта выбора, здесь мы однозначно видим этот выбор, вот, к любви, наверное, все идет, да, тут у него возможно выбор или развивать отношения с вами и полностью сосредоточиться на вас, либо, не знаю, жить своей жизнью, холостяка, да, мага-отшельника, маг-отшельник, либо жить с кем-то с другим, да, одному жить самому, либо с кем-то еще, либо он понимает, что если он выберет вас, то он должен быть только с вами, короче, здесь выбор либо с вами, либо не с вами, вот, ему нужно делать этот выбор. Тройка кубков, ну, все равно готов он поддерживать с вами дружеские отношения, так или иначе, ему с вами хорошо, приятно, весело, вот, и дальше идет рыцарь мечей, ну, какие-то свои цели у него здесь могут быть, причем цели сугубо рациональные, которые он здесь преследует, иногда этот человек может быть жестким, да, он умеет владеть собой, владеть эмоциями, владеть и мечом тоже, да, у него иногда язык тоже как меч, умеет и уйти, и прийти вовремя, то есть такой человек непростой, да, непростой, понимает, что он должен все время за вами наблюдать и вообще наблюдать за ситуацией, то есть человек здесь немножко на контроле помешан, и вот у него момент такой, что либо контролировать все, и вас в том числе, и отношения с вами, либо он будет контролировать отношения с вами, и все остальное забросит, либо он будет контролировать то, что у него там есть, то есть что ему контролировать и как ему строить отношения с вами, вот такой вот у него выбор здесь может идти, Ну и давайте любовью здесь ограничимся. Это туз кубков. Все-таки человек здесь выберет тот вариант, который нужен вам. Он здесь выберет вас, выберет хорошие, нормальные, спокойные, любовные отношения с вами. Все-таки выбор в вашу пользу в любом случае. Здесь у нас розочка на влюбленных. Вот она здесь, розочка прекрасная на тузе кубков. Легкость он здесь предпочтет, как бы вы ни ругались, все равно он вернется к нормальным, теплым, хорошим отношениям. Может быть, захочет закончить что-то там, что у него там есть. Вот как интересно даже карты, даже ценой какого-то обмана, как они ложатся друг на дружку, интересно, даже какой-то ценой обмана человек здесь захочет закончить те отношения ради того, чтобы начать отношения с вами. Ну или избавиться от каких-то своих, не скажу тараканов, а скажу от тех моментов, которые отвлекают его от вас. То есть он выберет все-таки вас, если у него был выбор что-то другое или кто-то другой и вы. Поэтому по здравом размышлении здесь человек все-таки выберет вас и будет вас даже дамагиваться, я бы сказала, потому что человек маг, человек привык все делать сам, все держать под контролем. Вот гиперконтролем у него такой, поэтому вам ничего не надо здесь делать, сам он все решит, но дайте ему время обдумать все, принять это решение и пройти вот эти вот все этапы всех этих карт. Сначала вдохновиться, воспламениться, потом принять решение, потом сделать паузу, утвердиться в этом решении, потом уже реализовывать это решение, сделать выбор, закончить что-то, какие-то отношения, какие-то действия там и дальше уже начинать что-то с вами, согласиться на ваше предложение, развивать вот то, что вы от него хотите. Здесь вот этот туз кубков нам и влюбленные нам о любви говорит, человеку с вами хорошо, интересно, даже если вы думаете внезапно, что вы мало что можете ему дать, он здесь настолько сам ресурсный, что он в принципе не нуждается в ваших ресурсах. Давайте еще раз в карты взглянем, здесь, кстати, по-моему, ни одной пентаклевой карты не было, то есть в финансовом смысле он в вас даже не заинтересован, то есть человек здесь заинтересован именно эмоционально в вас, то есть здесь именно о любви и о таком духовном интересе, о интеллектуальном интересе речь, но не о материальном. То есть вы ему не нужны как сиделка, нянька, как ключница, хозяйка ключей, как миссис Хадсон для него, вы ему нужны именно для любви, для эмоций, для дальнейшего развития, просто потому что ему с вами интересно и общаться интересно очень, логически вы много знаете, может быть, и также вы интересный человек, глубокая личность. Короче, вот такой интерес, обусловленный именно вашей личностью, вашим характером, а не вашими ресурсами, не тем, что вы имеете, а тем просто какая вы есть личность сама по себе. Но отношения могут быть сложные, чисто эмоционально, чисто психологически, потому что очень развитый сам по себе человек психологически, и у него могут быть очень высокие запросы на самом-то деле, именно в психологическом смысле, в интеллектуальном смысле, в эмоциональном смысле, а не в смысле денег. Поэтому все хорошо, готовьтесь, счастья вам, любви, гармонии, пусть у вас реализуется этот вариант по полной программе, если вы такого партнера себе выбрали, значит он ваш, и он наконец-то это тоже примет, что вы тоже его, и вы его интересуете. Все, пожалуй, спасибо за просмотр, спасибо картам, было интересно. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.